Последнее отступление, после чего мы, собственно, начнем заниматься популяционной генетикой. Но последнее отступление совершенно необходимо, поскольку вас в школе учат тому, что бывает правильный взгляд и неправильный. Ага. Ну давайте подумаем. Древние Грекиа по поводу положения Земли в окружающем мире, как считают? Земля — центр Вселенной. Как такая система взглядов называется? — Гео. — Геоцентризм. — Да-да-да. — Отлично. То есть есть Земля, вот она, а вокруг Земли по своим орбитам крутится Солнце, крутится Луна, крутится звездным небоском и крутятся так называемые губные звезды. А кто такие губные звезды? — А это планеты. Дело в том, что траектория движения планеты по небу будет очень странненькая. Если каждая звезда, ну вот я лег, смотрю вот так, землю, а еще лучше, вы этот эксперимент можете провести сами. Оставили ночью направленный вверх фотоаппарат и настроили, или камеру, и настроили его нарежем делать один кадр, допустим, в 10 минут. — Жанна, что вы получите? — Очень много кадров. — А что будет дальше кадров? Если вы возьмете, а как они будут двигаться? — По ветру. — По ветру? Что? — Слышите, ребят, лучше мешка. — Нет, они тут... — Просто по ветру. — Тихо, тихо, тихо. — Земля же крутится... — Да, действует вращение мыслимое. — Это движение звезд не зависит от их, а зависит от самих их, а зависит только от того, что Земля крутится вокруг своей оси. — Отлично. — Ну и как будет выглядеть движение звезд? — Ребят, реально, сделайте это очень просто. Оставьте туда аппаратик или камеру. Ну где-нибудь там, я не знаю, это здесь. Единственное условие, чтобы не было плаков на небо. Так? Хорошо. Даже не так, даже не обязательно снимать. Ну пускай у вас камера делает по одному снимку в минуту, и оставьте ее часов там, я не знаю, часа надого, после того, как звезды вышли на небо. А потом прокрутите эти кадры. Какую картинку вы получите? — Одна часть. — Звезды будут двигаться с того, что положено вращение Земле. — И как будет выглядеть траектория? Что такое траектория? Все понимают? — Да. — Угу. — Как будет выглядеть траектория звезд? — Они будут двигаться... — Двигаться как? — От востока до запад. — По прямой линии? — Ну не совсем, они будут идти... — Бролейно. — Бролейно. — Ну не совсем бролейно. — Майя, как звезды будут выглядеть? — Ну так будут двигаться. — Ух, народ! Вы не устаете меня поражать. — Все. О! Ура! Ключевое слово сказано. — Попробуем? — Да, конечно. — Так, давайте смотрим. Мячик, не мячик, какой-нибудь. — Вот так вот. — Ага. — Ой-ой-ой-ой. Хороший мячик. Вот я волкнул, не могу. Винникух читали? — Да. — Помните, там была экспедиция на Северный полюс? Все вышли в экспедицию, считаем и меня, да? Значит, что такое полюс, мы не знаем, но помним, что там проходит ось. Что это за ось? — Ну и не бог сидит. — Угу. — А с вашей точки зрения, какая ось проходит сквозь северный и южный полюс Земли? — Воображаемая линия. — Воображаемая линия, вокруг которой планета крутится. — Да. — То есть вот так вот, да? Ну, я не хочу проталывать мяч. — Ну, может быть, у нас все равно, у меня там мягкая и южная. — Ага. Понятно, да? Теперь наблюдатель сидит где-то здесь, на границе между этими шестиугольниками. И смотрит ввысь. — Это пятиугольники. — Ну, не важно абсолютно. Хорошо. Он смотрит ввысь. — Вопрос. А на потолке у меня нарисованы самые разные фигурки. Для наблюдателя шарик крутится. Для наблюдателя эти фигурки стоят на низке или движутся? — Не могу. — Движутся от какой траектории? — По кругу. — Разный. — Еще скажем. — Каждая по разной. Но какую форму эти траектории всегда крутят? — Круги. — Ну, а если там будет двигаться, то... — Нет, а мы берем наблюдателя стоящего нами. — Вот. — Я же предложил вам камеру поставить на ней. — На сериальном полюсе там что? — 10 минут. — Значит. Ребята, а вокруг какой точки будут вращаться звезды в нашем полушаре? — Вы обожаемы. — Да, она обожаема, но рядом с ней очень хороший ориентир есть. — Это полярная звезда. — Вокруг полярной звезды. — Звезда, которая лежит ближе всего, находится в пространстве, ближе всего к точке прохождения, к точке проекции оси вращения, все равно полушаряется, и называется полярной звездой. Находится в основании рукояти со звездом Малой Медвиницы. — Хорошо, пересекли экватор. Вот смотрите, я смотрю вот здесь, да? Моя точка прохождения приходится на звезду, которая вон там. А теперь я взял и сбежал вот сюда. — Вы будете смотреть звезды? — Да, я увидел, во-первых, другую картинку, звезды другого полушаря. — Там южный крест. — Южный крест. — В районе созвездия Южный крест. — Будет проходить вращение планеты. — Если вы в южном полушаре сидите, слабо. — Вот мы немножечко с вами восстановили геоцентрическую картинку. — Так, значит, при этом, если сидеть на Земле и смотреть, как держится звезда Медвиница, вот так кругая, по-моему. — А планеты? — А у планеты, значит, это были и хитрая траектория. — Представьте себе, что у вас есть вот такая круговая орбита планеты, а после этого взяли на эту орбиту положили колесо. — Сама планета находится на каком-то из участков этого колеса. — А после этого колесо покатилось по линии орбиты. — А вот так, в этой описании. — Да, да, да. — Вот траектория движения планет будет составлять вот такие сложные линии. — Да. — Поэтому их так называли «блудные звезды». Звезды, которые блудят, то есть блуждают из одной стороны в другую сторону и так далее. Все остальные звезды идут четкими кругами. Отлично. Вот она, система представления, которая в частности сформулирована у Паломея. Небесная механика с Землей в центре системы. Дяденька Коперник. Как ты с ним предложил? — Потому что Солнце внутри, ну, в центре. — Ура, а такая система называется? — Солнце. — Солнце в середине. Солнце в середине. — Отлично. Земля ходит просто по третьей от Солнца от Меркурий. — Да. — Меркурий ближе к Солнцу, ближе всего. Затем Венера, третья планета от Солнца — Земля. — Хорошо. В настоящее время считается ли, что Солнце является центром мира? — Нет. — Отлично. — Отлично. Наша планетная система — одна из многих миллионов звездных систем, образующих гигантское звездное облако, которое как называется? — Влечная галактика. — Влечная галактика. Влечная наша галактика — это и есть влечная галактика. — А соседка Андромедов? — Да, ближайшая другая галактика — гуманность Андромедов. — Совершенно верно. — Хорошо. Являются ли галактики, в свою очередь, самыми большими образованиями в космосе? — Нет. — Нет. Старая галактика — более крупная система, которая будет называться метогалактика. И так далее, и так далее. Система построения космоса сейчас исследована очень хорошо. Внимание, вопрос. Зачем мы на это столько времени потратили? — Как по-вашему, оптоманиевская система написала вот это, геоцентрическая. Плохая, неправильная, неверная. Так? Если даже не с современными, там, теориями струн и там подобное. Ну, а даже с копейниками сравним. — Нет, ну, а по-моему, если сравнить с копейниками. — Скажите, пожалуйста, у нас есть задача запустить искусственный спутник Земли. Допустим, спутник связи для того, чтобы использовать его как ретрофлятор, для того, чтобы там GPS-сигналы получили. Расчет выхода этого спутника на орбиту надо проводить, исходя из представления о метагалактике или исходя из представления о геоцентрической модели. — Исходя из геоцентрической модели. — А зачем нам геоцентрическая? Геоцентрическая. — Верно ли утверждение, что автоломирская система описания мира неправильная и никакие выводы с неё делать нельзя? — Нет. — Можно. — Нет, неверно. — Можно? — Всё зависит от задач, которую вы перед собой ставите. Для решения одного круга задачи вам подходят одни модельные системы, а для решения другого круга задачи — нет. — Они уже смотрели на Земля, они уже летают в космос. Они думали, они уже видят, что всё двигается, они из-за этого и думают, что в космос взлетают. — Правильно, правильно. Хорошо. А вы думаете, что после того, как в космос слетает, тут всё в глазами им увидели? — Нет. — Должно же всё равно. — Вот. — Так что, народ, не будем мы с вами, пожалуй, делить картинки мира на правильные и неправильные. Я не собираюсь вам рассказывать, как на самом деле устроен мир, как правильно думать о мире. Нет. Задача у нас будет другая. Так же, как и с самого начала, что мы делали? Я стараюсь вам показать, как не нужно представлять себя окружающими, а как можно. Разницу чувствуете? — Да. — То, что я предлагаю, с самого начала, не является единственно правильным, единственно верным взглядом. Но уж если вы встали на эту дорожку, желательно не делать салат из помидоров с шестерёнками. Ну, просто у каждой игры есть свои правила. Если вы строите такую картинку мира, будьте добры находиться в рамках определённых правил. Если ваша картинка мира другая, ради Бога там правил проявления. Значит, это, что какая-то картинка мира правильная, а другая нет. Нет, не знаю. Что про меня сказать о яблоке? Что оно круглое или что оно кислое? — Это зависит от сорта яблок. — Это зависит от вашего желания. На что вы обращаете внимание? На форму и на вкус? К яблоку-то это имеет хоть какое-то отношение или нет? Это ваша характеристика, а не характеристика к яблоку. — Спасибо. — Спасибо.